Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Анекдоты от А до Я» И с вами я, актер Владимир Ямненко Хочу всех вас поблагодарить, что вы постоянные слушатели и зрители нашего канала А те, кто, к сожалению, до сих пор не подписан или до сих пор не заходил на наш канал Пусть завидуют Хотя, с другой стороны, если у вас есть желание, вы их тоже приглашайте Пусть они тоже немножко порадуются А мы начинаем Рома приходит домой со своей невестой Говорит, папа, познакомься, это моя невеста Папа посмотрел на невесту Говорит, я прошу прощения, я на два слова с сыном Отводит его в сторону, говорит, сынок, я тебе должен кое-что сказать за женщин Говорит, что, папа? Говорит, их много Изя пришел в ресторан Официанту говорит мне, пожалуйста, борщ быстренько, потому что я очень тороплюсь Ну, быстренько приносят ему борщ Он берет, ой, говорит Я же вас просил, что он такой горячий? И что? Я же сказал, у меня 15 минут, быстренько покушать и бежать на работу Зачем мне принесли горячий такой борщ? Говорит, а вы на него подуйте, он остынет Молодой человек Если бы я хотел куда-то подуть, я бы заказал вас не борщ, а тромбон Одна женщина рассказывает, что ее дочка постоянно лазила и пряталась в шкафу Ну, мама, чтобы как бы не мяла там платье, это все Она дочке говорит, не лазь в шкаф, потому что там дядька сидит злой, он тебя может забрать Ну, вечером пришел супруг, они сидят, ужинают И тут доченька покушала, все, обращаясь к маме Мама, а дядька из шкафа уже ушел? Ну, и как можно было потом мужу это все объяснить? Пришли такие стишки в форме хокку, ну, японской поэзии Лезу на вишню, свежих ягод поесть Хрустнула ветка, все, бля, наелся Вот все-таки женщины привередливые Они ждут принца на белом коне А мужику, мужику не надо никакой принцессы Ему достаточно просто служанки Яша приходит домой, смотрит, его Сара взяла бутылочку вина, уже почти допивает Говорит, Сара, ну сколько можно? Что ты вот это увлеклась этим алкогольным напитком? Это столько денег ты тратишь, ты что могла откладывать еще и б тебе на шубу хватило? Говорит, ой, я тебя вмоляю Яша, и что ты начинаешь, что ты математик, ты мой дорогой, Эйнштейн, ты мой дорогой Что ты мне вот это вказываешь? Ты скажи, как человек должен жить? Получать от жизни кайф А что такое кайф? Это наркотики, секс и алкоголь Наркотики я не потяну Второе ты не потянешь Что мне не остается? Встречаются два соседа, друга один говорит Борис, здравствуйте Вы ездили в командировку у Бердича? Он говорит, да, ездил Знаете, пока вы ездили в командировку у Бердича Вот этот молодой ювелир Кацман приходил до вашей Сарочки Говорит, ой, оставьте, оставьте Это я просто Сарочке заказал хорошее кольцо с бриллиантом Видать, он приносил ей, ну, чтобы померать Говорит, ну да, они мерали Видать, не налазила, потому что она долго стонала на весь двор Ну, а потом, видать, снять не могла, потому что аж кричала С этим похолоданием Мы с женой уже несколько лет спим В разных комнатах, на разных кроватях И этой ночью она пришла ко мне Залезла под одеяло и говорит Погреюсь об тебя, пока ты тепленький Ляха-муха Так насторожило, всю ночь не спал Ну что ж, дорогие друзья, а теперь Стала постоянной нашей рубрикой Ныряем в прошлое Или, как сказал наш режиссер Ностальгия Смотрим Дорогие наши, любимые женщины Запомните раз и навсегда Если мужчина вас любит Он никогда, ни за что не даст вас в обиду Он будет обижать вас сам Девушка Девушка Хотелось бы с вами познакомиться Вот скажите, вы бы что выбрали? Деньги или славу? Ну, не знаю Я выбрал бы, наверное, славу Деньги-то у меня есть А, вот оно что Ну что ж, позвольте представиться Славик Кать Катюха А, Кать? Пойдем ко мне Тракнемся как следует, а? Я вообще-то не Катя Ну хорошо, но вопрос-то не об этом В мастерскую заезжает блондинка На роскошном автомобиле К ней навстречу выходит мастер И говорит, что-то случилось с машиной Она говорит, да Что-то явно со стартером Вы знаете, скорее всего Бендекс заедает Ну, стартер срабатывает через раз Мастер думает, вот это да Вот это Разбирается в машине Ну, загоняйте на яму Она загоняет на яму Говорит, а что еще с машиной? Говорит, да Посмотрите еще В выхлопную трубу Он говорит, а что с ней? Говорит, что-то я ее давно не видела Жена приходит к своему мужу И просит денег на пластическую операцию Она говорит, ну ладно Ты сам посуди Посмотри, какая у меня маленькая грудь А все остальные параметры как следует Он посмотрел на жену и говорит, да Ты знаешь, грудь, конечно, у тебя маловато А сколько стоит операция? Она говорит, 20 тысяч долларов Он говорит, сколько? Она говорит, 20 тысяч долларов Он говорит, ну, дорогая Я, ты знаешь, я сразу был не против Казалось бы, действительно Такая операция, как бы Тебе бы не помешала Ну, тут сама посуди 20 тысяч долларов Где их возьму? Такие деньги Слушай, дорогая А давай я куплю пару рулонов туалетной бумаги И ты возьмешь кусочек оторвал И между груди натирай, натирай Говорит, я не поняла Натирать между груди туалетной бумагой? Он говорит, ну да И что, ты думаешь, поможет? Он говорит, ну, жопой же помогло Море Штиль Капитан прогуливается по палубе И вдруг видит Буфетчица Сорастрепанная какая-то Неаккуратная Не застегнутая Говорит, а это, ну, галочка Что с тобой? Она говорит, да вот, понимаете Боцман, зараза Сказал, что надвигается Сильный шторм И что? Ну вот, дала себя К мачте привязать Ну что ж, дорогие друзья На сегодня, пожалуй, все А вы обязательно нажмите на колокольчик Чтобы мы встретились с вами завтра Ну, а те, которые не подписаны на наш канал Ну, подписывайтесь И подписывайтесь своих знакомых И родственников, близких Ну, чтобы им тоже немножечко было счастья А на сегодня, пожалуй, все Пока Субтитры сделал DimaTorzok